Приветствую вас. Возможно, конечно, все. И возможно, то, что вы сможете построить отношения и то, что он вернется, но гармония из ниоткуда не берется. То есть, здесь вот у вас прослеживается некоторая такая, знаете, бессознательность, что ли, относительно того, как вы относитесь к себе и к мужчине. В отношениях, я имею ввиду, в отношениях, как вы относитесь к себе и к мужчине. Дело в том, что вы, во-первых, не раскрываете суть проблемы. То есть, из-за чего вы расстались с мужчиной, из-за чего вы ругались конкретно, вот вы говорите, опять же, обиды, упреки, недопонимания, недоверия. Ну, это все достаточно общие слова и какая в этом всем ваша ответственность, как бы, вот, ну, в чем ваша ответственность здесь? Потому что, если вы говорите, например, что, допустим, расстались с мужчиной, хорошо, расстались, это вы, решение приняли вы, прекрасно. То есть, вы отдаете себе очередь в том, что вы расстались, вы приняли это решение, отлично, хорошо. Давайте дальше. Если вы принимаете решение расстаться, например, потому что человек вас не устраивает чем-то или в чем-то, то что навело вас на мысль о том, что сейчас он изменится? Что навело вас на мысль о том, что сейчас мужчина за другим? Что навело вас на мысль, что те моменты, которые, условно говоря, ну, привели к тому, что вы с ним расстались, сейчас уже не актуально. Не понятно. Этот момент не есть. Но при этом он, как бы, достаточно важен. Это этот момент. Дальше. Вы говорите. А, значит, из-за недопонимания не слышали друг друга, если бы друг в общих местах жили. Ну, что значит недопонимание, кто кого недопонимал и кто кого не слышал? И все. Это такой достаточно важный вопрос, как мне кажется. Это первое. Второе. Отношения уже, наверное, в какой-то степени были дисфункциональными, потому что у вас был ребенок, вы вместе жили, но вы не были семьей. Тут уже есть некоторые, ну, вот, некоторые такие моменты, вот. Достаточно серьезные моменты есть. Ну, на которые вам нужно обратить внимание свое. И, собственно, с этим уже разбираться. Собственно, с этим уже разбираться. Вот. Потому что, ну, это вот такая довольно важная история, довольно важный момент. Здесь как раз связаны именно вот с тем, как вы себя повязанируете в отношениях. Дальше. Обилия, упреки, недопонимание, недоверие были. У кого на кого и, как бы, всем заключались непосредственно ваши эмоции. Какие у вас основания полагать, что, ну, что, что-то изменилось? Вот. Почему вы считаете, что сейчас ситуация, она будет, ну, будет другой? Почему вы считаете, что сейчас ситуация мне повторится? Как бы. То есть вот это, на мой взгляд, достаточно важный нюанс, на который вам нужно обратить внимание. Вот. Ну, по моему мнению, конечно, по моему мнению, конечно. Вот. Потому что иначе просто, ну, иначе просто проблемы вы не решите. Свои проблемы, да, которые есть, вы их не решите просто. Иначе в таком случае. Дальше идём. Так. Мужчина избегал, блокировал меня, сейчас разблокировал. Недавно начал общаться под ребенку, только я спросил, как он. Мне очень надо было слышать его голос. Понимаете, мне все еще не безразлично. Ну, смотрите, я бы не хотел, конечно, вас расстраивать, потому что я понимаю, что вы на что-то надеетесь. сейчас. Но мне бы хотелось, чтобы вы, скажем так, максимально адекватно имели представление о том, что происходит. Поэтому я вам должен сказать, значит, что ваши чувства могут быть не связаны именно с любовью, например. Ваши чувства могут быть связаны непосредственно, например, с потребностями, с нуждой. Вот. Ну, может быть. Так. Может быть. Я не говорю, что это однозначно и все процентов. Так. Ну, вот. То, что это может быть. Да. Это правда. Это действительно может быть. Вот. Другой вопрос. Поскольку это правда, если за этим, я имею в виду за тем, что за моей гипотезой, если за ней какой-то действительно реальный материал. Вот. Хоть если нет, то я ошибаюсь и, соответственно, все это, все это, все это еще не имеет смысла. Вот. Поэтому здесь важно, чтобы вы подтвердили или опровергли. Вот. Ну, опять же, да, максимально, как бы, корректно. Вот. Понимаете, да? Вот. Что я имею в виду? Здесь. Дальше. Так. Ну, и, соответственно, вы спрашиваете, возможно ли, что, что машина вернется к вам? То есть, как бы, возможно, все. Вот. В этом смысле, как бы. Вот. Но, повторюсь, вот, сейчас, на данный момент, это выглядит, ну, я бы сказал, больше как, знаете, такое вот, какое-то, упование на случайность, то есть, получится у меня, ну, получится ли у нас что-то или нет. Так, как будто бы от вас вообще ничего не зависит. Вот. Хотя это не так. Ладно, а есть и многое. Если вы вступите в отношения, ну, в такой, какой вы были, вот, уже. то я боюсь, что, ну, никакого шанса на то, чтобы выстроить гармоничные отношения у вас не будет тогда, вот, ну, к сожалению, вот, я думаю, что примерно такой. А ответ можно вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...